доброго дня ребята сегодняшняя тема давление жидкости или общее давление давление вы знаете да вот когда вы трогаете очень острые объекты хоть маленькой силой ваша рука болит это из-за давление значит давление у нас прямо пропорционная силе силы больше давление больше и обратно пропорционная площади поэтому такие очень острые вещи когда вы имеете дело с острыми вещами давление будет больше и единица земле давления паскаль который равен 1 ньютон деленный на метр квадрат потом вот если площадь больше станет как в этом случае давление будет меньше поэтому этот шарик не лопнет потом воздух тоже имеет давление это из-за того что молекулы воздуха или газа сталкивается и за маленький промежуток времени они дают давление импульс из-за этого у нас сила появляется и если есть сила есть давление да потом давление жидкости когда вот есть такой эксперимент сделать это если глубина меньше скорость меньше глубина если больше глубже когда скорость будет больше это означает что давление у нас пропорционально глубине потом от материала тоже зависит от плотности вода плотнее чем масло жидкое масло поэтому скорость потока больше вот из этого мы находим формулу жидкости формула давления для жидкости которая равна плотности умноженной на гравитацию и h это высота давайте начнем решать задачи первая задача сила прикладываемой к гвоздю с помощью молотка составляет 20 ньютон концы гвоздя составляют 1 сантиметр квадрат и 0.1 сантиметр квадрат какова сила и давление на кончике кухня сила одинаковая потому что здесь какая сила здесь тоже такая сила действует из третьего закона ньютона а давление будет разным снаружи будет 20 или на 1 сантиметр квадрат это 10 минус четвертой степени метр квадрат за этого мы получаем теперь 20 нужно действие 200 паскаль 200000 паскаль а на кончике 20 ньютон или на 0.1 сантиметр квадрат это 10 минус пятой степени метр квадрат August 17 1сантиметр квадрат здесь 2 миллиона руберка будет как мы сантнего метр квадрат так мы сантиментра квадрат это 0.01 метр станет он может писать к 10 минус второй степени метр потому что было запятой 22 цифры есть когда квадрат берем 1 сантиметр квадрат равен 10 минус 2 квадрат метр в квадрате 10 минус 4 степени метр квадрат следующая задача на полу лежит дубовый сундук в форме куба он заполнен золотом масса пустого сундука 14 килограмм найдите массу золота если сундук оказывает на пол давление 16 килопаскаль и объем сундука 0.125 метр квадрат так как это куб можем найти сторону а куб равен 2.125 а равен 0.5 потому что 0.5 умножаем на 0.5 это 0.25 его умножать на 0.5 0.125 будет сторона теперь чтобы найти силу давление на сторону умножаем площади стороны 16000 умноженное на 0.25 сила равна 4000 ньютон значит сколько килограмм есть там там 400 сила равна mg из этого 400 килограмм находим 400 килограмм из этого 14 килограмм масса пустого сундука значит масса золота будет равен 386 килограмм следующая задача на столе лежит сделанное из пластилина тело в форме куба давление тела на стол 100 паскаль когда сверху на это тело положили стальной куб ребро которого в н два раза больше ребра пластилинового куба пластилин расплющился и площадь его контакта со столом увеличилась вдвое чему стало равно давление на стол плотность пластилина плотность стали в этой задаче давайте допустим что сторона куба равен а ру 0 а куб g делим на а квадрат это равно давлению отсюда мы можем сторону найти а равен поделим на 100 делим на 1400 умноженное 10 отсюда с помощью калькулятора сейчас находим так 100 и 10 сокращается 10 140 один делим на 140 это 7.14 миллиметров будет 7.14 миллиметров теперь на него положили куб со стороной два раза больше сторона будет 14.28 миллиметра и теперь куб на пластилине находится на стороне пластилина два разложены 2 а квадрат а общая их сила тяжести будет плотность стали стали умноженное на 2а в кубе плюс ру 0 умноженное на а куб это все умножаем на g теперь давление будет равен равен ру 1 8а куб плюс ру 0 а куб делим на 2а в квадрате равен чему 8 8 умноженное на а 5 цветов 8 умноженное на 7800 плюс 1400 делим на 2 а Умножаем. Гравитация и сторона. Давление 2278 паскаль. Следующая задача. Ахл и Асет решили построить игрушечный дом из деревянных кубиков. В основании они заложили плотно друг к другу 10 больших кубиков со стороной, 10 сантиметров. На строительство самого дома ушло дополнительно 6 больших, 20 средних и 100 маленьких кубиков. Определите давление, которое оказывает дом на пол в игровой комнате. Так, теперь 10 больших кубиков, значит 10 умноженное на А квадрат, это у нас площадь основания. Равен чему? 10 умножаем на 100 сантиметров квадрат. 1000 сантиметров квадрат будет. А теперь их сила тяжести или масса. Масса рэджем. Плотность умножаем. У нас 6 дополнительно больших, 16 общих больших, 16 А куб, плюс 20 средних, 2 на 2 куб, плюс 100 маленьких. И здесь у нас получилось Ро А куб, 1, 16, плюс 20 делим на 8, да? 20 делим на 8, 100 делим на 64. Так, сюда 1, сюда 8 и сюда 64. Если дадим, масса будет Ро делим на 64. Ро А куб умножаем, 64 умножить на 16, плюс 20 умножить на 8, плюс 100. 1284. Его делим на 2, делим на 2. Так, это будет 321 Ро А куб деленный на 16. Давление равен МГ деленный на С. Значит, 321 Ро А куб деленный на 16, умноженный на 10 А квадрат. Мы гравитацию забыли. И отсюда 321, умноженные на 321, умножаем, плотность 500, а сторона 10 А квадрат, это 0.1 метр. Умножаем на гравитацию 10, делим на 160. 975 Паскаль будет. Хорошо. Теперь, следующая задача. В гидравлическом тормозе усилие 400 Ньютон прикладывает к поршню. Этот рисунок неправильный. Здесь 400, а здесь 5 сантиметров квадрат. А если здесь 48 сантиметров квадрат, чему равна сила. Так, здесь в одной жидкости, в одной и той же жидкости, в желтой жидкости, давление на одном уровне будут равны. И это давление равен 400 Ньютон, делим на 5 умноженное 10 минус 4 степени метр квадрата. Это будет 80 умноженное на 10 тысяч, значит 800 тысяч паскаль. 800 килопаскаль. Сила, которая действует на вторую часть, или сила машины, 800 тысяч умножаем на 48 умноженное на 10 минус 4 степени. 800 умноженное на 48 умножаем на 10. 3840 Ньютон. Так. 800. 800 умноженное на 48 умноженное на 48 умноженное на 3840 Ньютон. Так, следующая задача. В два цинетических сосуда, сообщающихся друг с другом, сообщающихся друг с другом тонкой трубкой, налита вода. Площадь поперечной сечения левого сосуда 80, правого 40. В левый сосуд помещает деревянный брусок, масса которого 240 грамм. Так, на сколько сантиметров изменится уровень воды в левом и в правом сосудах? Так, теперь объем вытесненной воды равен чему? Так, здесь смотрим. Так как мы еще не проходили закон Архимеда, постараемся решить эту задачу с помощью давления. Сверху действует давление П0С, снизу будет П0 плюс РОГ давление, умноженное С. Такая сила действует. из центра действует тяжести МГ. Сверху П0С плюс МГ, снизу П0С плюс РОГ ХС. П0С сокращается. Теперь масса равен чему? Плотность, умноженная на ХС. ХС это нижняя часть, как вы видите, нижняя часть. И это, в свою очередь, равна объему вытесненной воды. Мы этот вытесненный объем находим таким образом. Теперь вот этот объем равномерно распределяется по левому и правому сосуду. Будет Дельта H умноженное на С1 плюс С1. Общая площадь. Здесь Дельта H будет равен чему? М деленный на О1 С1 плюс С2. Вставляя численное значение, находим 240 грамм, делим 0.5 грамм на сантиметр куб, С1 плюс С2 это 120 сантиметр квадрат, грамм, грамм, сокращается, 120 сантиметр квадрат, 4 Дельта H будет 2 делим на 0.5 это 4 сантиметра. Следующая задача. У гидравлического пресса большой поршень имеет площадь 80 сантиметр квадрат, вот это 25 миллиметр квадрат. На малый поршень пресса действует сила направленная таким образом 0.1 ньютон. При этом на большой поршень давит на вертикально установленный металлический цилиндр, площадь основания которого 0.8 сантиметр квадрат. Какое давление оказывает большой поршень на нижнее основание цилиндра? Давайте найдем силу, с которой действует. Силу как можно найти? так, F деленное на S2 это давление равен силе F1 деленное на S1 потом эта же сила F1 действует на S0 и это P давление, которое мы должны найти так, P умноженное на S0 равен Fs1 деленное на S2 вставляем 0.1 умноженное на S1 это 80 сантиметр квадрат S0 0.8 0.8 сантиметр квадрат S2 мы должны написать C системы отсчета чтобы найти давление так, 1 мм это 10 минус 3 степени метр тысячи раз меньше метра значит, если квадрат берем тогда 10 минус 6 степени метр квадрат будет здесь 10 минус 6 степени метр квадрат здесь не в тон сантиметр квадраты друг другу сокращают 0.8 здесь 10 10 минус 1 будет просто 1 здесь значит 10 минус 6 степени делим на 25 паскаль это будет 4 тысяч 4 100 делим на 25 4 умноженное 10 минус 4 степени паскаль следующая задача 2 одинаковых цилиндерских сосудов соединены в самом низу тонкой трубкой перекрытой краном 2 узкая труба соединяет сосуды на высоте H в сосуды налита жидкость плотностью Ро в одно колено а жидкость 6 Ро в другое причем высота плотности жидкости Ро здесь Ро H а 6 Ро H деленный на 2 здесь 6 Ро и H деленный на 2 кран открывает найдите высоту столба легкой жидкости X в том случае в том сосуде где первоначально была только тяжелая жидкость смотрим если открывать сразу открывать сосуд у нас здесь 6 Роджи аж деленный на 2 давление будет а здесь Роджи аж значит это больше тяжелая часть больше она будет толкать легкую поэтому здесь вот так получается тяжелый занимает нижнюю часть вот тяжелый вот так а легкая займет верхнюю часть таким образом х нам нужен х1 а это часть h2 минус х1 а это часть h2 минус х1 уже не вливается уже не вливается туда и что у нас получается здесь h деленный на 2 плюс х1 х1 и давление в равновесном состоянии находится Роджи х плюс 6 Роджи х1 равен Роджи h деленный на 2 плюс х1 плюс 6 Роджи х деленный на 2 минус х1 вот здесь Роджи сокращаются а здесь g должно быть так х плюс 6 х1 равен h деленный на 2 плюс х1 минус 3 х так плюс 3 х минус 6 х1 так отсюда мы находим нижнее уравнение напишем сюда первое нижнее уравнение это второе х плюс так 11 х1 11х1 плюс х равен 2 2 даем 6 7 7 h деленный на 2 вот мы правильно написали да все все правильно теперь если отнимем первую со второго у нас получается 11 минус 1 это 10 х1 равен 7 минус 1 это 6 х 2 это 3 h х1 0.3 h будет значит х равен чему 0.5 h минус 0.3 значит 0.2 h Следующая задача в тонкой U-образной трубке имеется перемышка между коленами находящейся на расстоянии 6a от нижней трубки причем а равен 5 см в правое колено от трубы налита ртуть в левую воду которая может затекать левую половину перемышки по середине находится закрытый кран закрытый кран в состоянии равновесия граница ртуть вода находится по середине нижней части трубы в золото ртути над нижней жидкостью трубы равен а длина нижней части трубы перемешки 2а так площадь сечения всей части трубы перемешки одинаковы так так если у нас здесь вода есть плотность воды 13.6 в раз меньше плотность ртути с первой находим воду сколько вода здесь находится для этого мы вычисляем отсюда rho g h должно быть 13.6 rho g a значит высота вода 13.6 a будет еще здесь сверху находится вода и снизу вода в общем здесь воды у нас дофига вода 13.6 а плюс 2 а значит 15.6 а длина воды присутствует а длина ртути только 2 а 2 а теперь нам говорят какова будет ртуть как расположится ртуть если кран открыть так здесь у нас 6 6 12 у нас воды хватит чтобы заполнить обе части поэтому ртуть находится снизу таким образом ртуть симметрично находится ртуть нас так а вода будет здесь 6а здесь 6а здесь 2а 14 и нос еще у нас есть 1.6 здесь 0.8 здесь 0.8 а вода находится вода вот так должен находиться какова будет после этого высота уровня воды над нижней частью трубы так здесь высота у нас 6 и 8а будет все мы решили эту задачу теперь следующая задача к правому концу а стержня масса которая пренебрежно мала подвесили на тонкой нити алюминиевый шар стержень положили на край сосуда с машинным маслом в точке b так теперь еще стержень положили на край и подвесили груз массой м1 при этом шар оказался погружен в масло на половину своего объема затем груз м1 подняли сняли так потом стержень шаром перенесли положили на край здесь отсюда сводить так чтобы точка опоры О осталась прежней груз какой массы м2 надо подвесить к другому находящемуся расстоянии l2 а то чтобы алюминиевый шар снова оказался погруженным на половину своего объема здесь смотрим у нас отсюда м1g l1 сила момент силы действует отсюда должен действовать сила сила f умноженное на x расстояние x а вот эта сила f равен чему масса mg минус сила сила которая действует со стороны давления сила давления так так теперь сила давления теперь массу какую-то точку перенесли при этом массу м1 сняли м1 сняли и стержень шаром перенесли положили на край сосуда с водой так чтобы точка опоры осталась прежней здесь так как нам x расстояние не дано не меняется во втором случае как я понял та же сила mg минус в давление действует и та же момент сил но в этот раз другой груз поэтому момент сил этих двух грузов должны быть одинаковы m2 равен чему m1 l1 делим на l2 2.3 l1 50 см делим на 110 2.3 умножаем на 5 делим на 11 1 1 кг надо положить так следующая задача дастан решил спрятать один из вынесенных золотых слитков в глубоком синдрейском колодце площадь по березь на сечении которого 0.5 м2 в колодце была вода и поддерживалась температура 0 градусов дастан поместил слиток в кусок льда причем лед со слитком плавал на поверхности воды не касаясь стенок из-за небольшого повышения температуры лед все-таки растаял и уровень воды в колодце понизился на 9.48 мм после извлечения слитка из колодца уровень понизился еще на 0.52 мм Найдите массу золотого слитка и его плотность с умноженной дельта h1 равен чему? 0.5 умножаем 0.00948 значит это будет 0.00 м3 или сколько дтм3 4.74 дтм3 из-за повышения температуры лед все-таки растаял это изменение объема льда изменение объема льда в воду значит вот это дельта h1 равен чему ρ умножаем ρ воды минус ρ лед умноженный какой-то объем да потому что в начале это был льдом потом превратился в воду а другого здесь изменения было да или не было так а здесь мы так заново начнем решить здесь в начале лед вместе слитком плавали вот это слиток вот это лед потом вот этот лед растаял растаял и у нас превратился в воду да вода и слиток вот это изменение у нас дельта h1 потом здесь у нас только осталась вода а слиток убрали изменение дельта h2 значит дельта v2 которая с дельта h2 у нас объем золота слитка а дельта v1 это у нас изменение объема воды в лед вода минус лед дельта h2 правильно по идее решили вот это пусть будет у него масса одинаковая масса одинаковая значит у нас ров лед в будет ров минус дельта h2 и отсюда мы дельта h2 так ров вода минус ров лед вот у нас такие два уравнения потом третье уравнение выходит из из того что это плавает плавает это означает что плотность воды и плотность этого слитка вместе с ледом одинаковая одинаковая их общая масса равен ров лед умноженное на объем плюс м делим на общую массу отдельно общий объем это плюс м делим на ров один из этих трех уравнений найдите вот эти вещи массу золота его плотность хорошо на этом урок пришел к концу до свидания м м а